Диалог олигархов и тех, кто против олигархов. Мы пришли, мы против олигархов, а нам пофиг. Мы против олигархов, да нам пофиг. Мы против олигархов, да нам пофиг. В чем главные причины войны Путиновской Федерации против Украины? Это предтексты, которых использовал Китлер в 1939 году в Гливицах, в Польше, чтобы напасть на Польшу, приведя туда так называемую банду уголовных консьервов, которые сделали предтекст для начала оккупации Польши. Те же самые предтексты были от Российской Путиновской Федерации в Крыму. Якобы защиту русских, русскоховорящих, юго-восток и тому подобное, читки, как для предтекста войны. Чтобы люди тоже сбалтовались и помогали этим путинским бандитам захватывать себе территории для создания криминальных анклавов, для запугивания мира и тому подобное, подобных Приднестровью, Южной Осетии, захваченных территорией Грузии и тому подобное. Это все известные вещи. Но это ли причины войны как таковой? Естественно же нет. Причина войны это слабость того государства, на которое нападает этот агрессор. То есть скотобойничество и лохоотстой для народа, как в России сработал и срабатывает до сих пор, так и в Украине он сработал, явился предтекстом для войны. То есть россиянам самим запрещают у себя проводить какие-либо референдумы, даже по воле изъявления этих граждан, самих россиян, строят ли там сметтезвалыща, радиоактивный какой-нибудь завод, или не строят на этих территориях. Запрещают россияне референдум там проводить. А в Крыму можно. В чужой державе. В чужой суверенном державе можно проводить референдумы. Народ России, подлинный хозяин своей земли, интересы народа, это и есть общенациональные интересы. Таким образом, предлагаемый инициативной группой вопрос о внесении изменений в генеральный план муниципального образования подкуровской и сельской поселений не может быть вынесен на местный референдум. Конечно, только в Крыму можно проводить референдумы, когда путячина захочет. А местному населению нельзя проводить референдум против строительства китайского цементного завода. Можете почитать подробности. Я про этот сраный завод в Ульяновской области, который строится не по нормам, уже устал рассказывать. Выходите с большими протестами населению Ульяновской области, не стесняйтесь. Счет данных про 300 погибших в морге. Я в эту всю херню не верю. Если вам удается запугивать матерей, когда вы им привозите трупики в Ростовскую область с Украины, и матери после того, как вы их запугали, помалкивают, ну или после того, как вы купили их, не знаю, за какие деньги можно купить молчание матерью, которой погиб сын, но вы все это успешно делаете. Поэтому вы бы лучше так рассказывали про неисправность пожарной техники. Вот пожарная машина УТЦ «Зимняя Вишня». Не работает подъемник, вы посмотрите. Что не мешает министру МЧС Пучкову с важным видом сидеть рядом с Аманом Тулеевым, Дучоке? Нет, вы в жопе! МЧС находится в жопе! По голове себе постучи, придурок! Короче, вот это вот. Свежеразрытые могилки, ничего не смущает. Не всех удалось запугать, уроды. Люди с кладбища видео присылают. Короче, обманывают 164 человека. Тут больше, ну, тут уже человек 150 захоронено. Добавьте сюда захоронение, разумеется, в разных кладбищах. Я уже говорил, что они в кедровку увезли КАМАЗ с детьми мертвыми. И вот здесь, в разных местах, теперь будут хорониться. Замечательно. Гром не грянет, мужик не перекрестится, и мужики поехали перекрещиваться. Но по дороге автобус МЧС загорелся. Комично, но в то же время трагично. МЧС в полной жопе. Бюджет идет непонятно на что. И тут про российские граждане. Да, 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 можно. Давайте придет и сюда. Бесправие. Такое же, как и в России получается. Я, честно говоря, считаю, что Россия, конечно же, не является империей. Хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например, Кремль. А также некоторые вынесенные за пределы России места, типа Куршевелия. Напрашивается вопрос, кто управляет? Управляет антимациональная элита, которая на самом деле воспринимает население как покоренных туземцев. Ну, примерно, как британцы воспринимали устроен миндусов. Они построили пирамиду народов, некоторые из которых приближены для того, чтобы угнетать туземцев. Большая часть народов, скажем так, не имеет никаких прав и существует именно как колониальное население. Прежде всего, это касается русских. Поэтому Россию можно назвать, я бы сказал, не империей, не национальным государством, а антинациональным государством. Это будет самое точное научное определение того, в чем мы живем. Дайте, пожалуйста. И другие участники сообщества европейского, такие как Мадяры, Бенгры, Орбановские, сразу почуяли шаров, что можно себе что-то оттяпать. И начали бунтовать в воду, что, мол, Украина неправовая держава. Она никакая, она под каблуком была и всю жизнь так же и будет. Начали махлевать с этим. Начали Польшу наускивать на это. Которая, слава богу, не согласилась. Правые силы Польши не согласились, потому что они априори могли согласиться, потому что Путин убил ихнюю элиту 96 польских патриотов под Смоленском в 2010 году. Может из-за этого, из-за убийства Леха Кочинского, Путина, под Смоленском, может быть правые силы и передумали с Орбаном идти на Сабантучик оттяпывания Закарпаття. По крайней мере. И будучи полуквазией, хоть и суверенной державой, но наполовину не правовой, а коррупционной челядной, Украину вот так и восприняли в том же Евросоюзе. Потому так и восприняли. Потому что Украина была слаба, полностью развалена. Военная, милитарная структура полностью развалена. После челядной партии региона, которую создал Порошенко в свое время, скреатировал. Типа якобы она была не такая, а потом стала вдруг такая, челядная. Так же, как в принципе и наша Украина стала челядная. И восточноевропейские страны, которые и сами находились, и до сих пор находятся под лобингом. Как экономически, политически, судебно-правовая система, ихняя еще постсоветская осталась. Они подумали, ну сколько нас, а сколько украинцев? 45 миллионов. И если украинцы сами за себя не могут постоять, то как они, как европейцы, могут приезжать, их миллионы здесь воевать вместо украинцев? То есть, выходит, получается, в таких правовых, сильных, мощных, наимощнейших державах, как Америка, Соединенные Штаты, у которых тоже полно олигархата, магнатов бизнесовых, которые приходят даже к президентуру, во власть. У них все нормально, до них никто на Америку не нападает. У них и с обороной все нормально, и с правовой системой. А тут, в принципе, то же самое, те же олигархи, те же магнаты. И развал с боксов не могут выехать в 2014 году ни один танк. Ходим зато против олигархов, маршики совершаем. То есть, то, что система засранная, загаженная, квази-государство, о чем говорит, как квази-государство, как в 2017 году Украина была, тоже не могла против вонючей банды Муравьева противостоять. Вышло 300, там, 400, 500 спартанцев подкруты воевать. Из всей многомиллионной, 50, 60, 70 миллионов украинцев тогда было, да? Получается сейчас то же самое. И вместо того, чтобы через правовые механизмы, через свои природные права, людские, конституциональные, принуждать законодательную и вообще всякую власть, законы об импичменте, другие законы, которые бы позволяли этой державе, Украине, быть правовой, чтобы каждый чиновник, придя к власти, через 2-3 месяца не становился царьком, башком, местным, локальным. А потом таким же олигархом, который допровадил бы эту Украину до отсутствия как армии, так и правовых, силовых структур. То есть опять влепил Украину в челедник, в челедник и отстойник для всех маломальско сильных держав вокруг Украины, которые под любыми претекстами бы захватывали эти дорогие, дорастающие и очень важные территории, чернозрёмы и тому подобное, с таким же челедником, как и в глубинке России, вот с этим народцем, которому по хрен вообще, где, при какой державе, при каких силовых структурах, при какой власти им было бы жить. То есть вместо строительства вот такого правового, сильного в Европейском Союзе общества, которое бы конкурировало бы с другими европейскими сообществами, с сплочённостью своей, потому что очень много ещё посовковых челедников, которые идут на поводке, которые являются сученными лидерами, как бы так сказать, европейского сообщества, на поводке у бандюков идут, у неправовых держав бандитских. Вместо требований этого всего просто выходят с какими-то маршиками против олигархов, каких-то олигархов. Вчера эти же самые, против которых тех же олигархов выходят, патриоты тоже, но они многое не понимают или делают вид, что не понимают. Вчера открывают памятники с этими олигархами, а потом завтра выходят на марш против этих же олигархов. Показуха 1 мая, 7 ноября СССР, а-ля СССР, а-ля СССР, а-ля Совок, чисто пиарская показуха. Ну и этим же самым показыванием людям Чуханя, что и надаль не желает ничего абсолютно менять в этой кровоточащей, с военной оккупацией российской, путиновской системы. Ничего не собираются менять, чтобы, по крайней мере, сейчас другие правовые государства, которые бы и сами позавидовали бы такой силе украинцев, и научно-техническим, и другим потенциалом. Митинги, марши против олигархов, на которые эти же самые марши не желают менять систему на правовую. Вот в чем дело. Вот где зарыт лукавый. А пиарщики этого же лукавого проводят псевдодемократию, потому что сами же олигархи могут сказать, смотрите, нас же критикуют. Вот все нормально, выходят против олигархов. И мы будем, да, мы будем слушаться, мы будем подчиняться. Мы выслушали советы, значит, вот этого черня, которые вышли от народа, пришли ходоки к Ленину, против олигархов они пришли. Да, мы их выслушали, теперь мы будем хорошо себя вести. Мы одного другого поставим из этого народа в помощники, в крошки. Такие помощники, пиарщики, закрошки олигархические будут протестовать, будут на нас гром и молнии метать, ображатые олигархов, критиковать там, поливать им, чем попало. И тем самым олигархи будут отбеливаться в глазах народа, оставаясь при той же самой власти. И в принципе, говоря, любой олигарх может спросить, открывает окно, занавеску с моря, а там пришел митинг против олигархов. И спросить, а почему именно против олигархов они пришли? Ну, вот чемодан, вокзал Мальдивы. В принципе, те же самые гасла, что и у Саакашвили. Те, которые против Саакашвили, пришли с теми гаслами, что и Саакашвили приходят. Говорят, что мы против олигархов. И все, то есть, уйду я, олигарх уйдет, придет на мое место другой такой же олигарх, вор, беспредельщик. И все будет то же самое. То есть, против олигархов, как против таковых, вместо них придут обковые областмолковые, как при коммунистах, любая другая чиновничная челядь придет на место этого олигарха, и будет все то же самое, только он будет, этот олигарх, будет называться по-другому, как в свое время назывались в СССР. Те же самые олигархи тоже по-другому. Но суть оставалась та же самая. Воры в законе. И то, что раньше воры в законе, эти партийные коммуняки, ходили с коммунистическими стягами, знаменами, а сейчас те же самые воры, выходцы коммунистической власти, одели вышиванки, это их никак не умаляет к тому, что они какие-то правовые олигархи, шмакогархи, директора, это наоборот легитимизируют этих воров. Вышиванки придают им статус легитимности, что они делают эти вещи по праву, обворовывая, грабя ту же самую ныньку, вышиванки от которой они носят. А другие соседние капиталистические правовые державы посмотрят на весь этот челедник квази-системы правовой, суверенной, и скажут, да нахер нам это надо. Пусть этой квази-державой, у которой были все права и возможности быть не квази, а нормальным, суверенным европейским государством, если оно само себя вот так вот игнорирует, то ну что мы им можем сделать? Ничего, пускай их сожрет кто угодно, нафиг они нужны, у нас своих проблем хватает, а мы с бандитами договоримся, если что. Вот так эти договорки и происходят. Вот так наркоборонщики, наркопритонщики делят между собой для заработка от наркоты целые районы, целые города. А олигархи делят целые государства. А против них выходит с митингом, с маршем националисты, на которых написано, мы против олигархов, о-хо-хо, ру-ру-ру, тю-тю-тю, олигархи, мы против вас. А то, что этим олигархам наплевать на это, этому маршу вообще пофигу. Они вышли против олигархов, все, свое дело сделали, все нормально. Капец полный. Мы пришли против вас, против олигархов, а нам пофиг. Мы против вас, нам пофиг. Мы против олигархов, мы против олигархов, а нам пофиг, нам пофиг. Ну мы же против олигархов. Та ну, а нам же пофиг. Так мы против вас, против олигархов. Та нам пофиг, что вы против нас. Нам пофиг. А мы против олигархов. А, да, а нам пофиг. Так мы же против олігархов. Нам же пофиг. Мы против, а нам пофиг. Мы против. Ну и с Новым Годом. Они пришли против олигархов, а им пофиг, а им пофиг. Мы пришли против олигархов, а им пофиг, а им пофиг. Субтитры сделал DimaTorzok